Основателю Чувашского драмтеатра и основоположнику Чувашского кинематографа Иакиму Максиму Кошкинскому на днях исполнилось 120 лет. Жители деревни Кошкиного-Тимбаева Тетюшского района Республики Татарстан подготовились к этой дате основательно. На родине знаменитого драматурга побывала наша съемочная группа. Кошкинский или Кошкинский? Вот в чем вопрос. Жители деревни Кошкиного-Тимбаева с огромной любовью относятся к своему земляку и подчеркивают его территориальную принадлежность даже в фамилии. Не только облик создателя первых чувашских фильмов, но и других выдающихся деятелей Тетюшской земли навеки запечатлели в мемориальном комплексе. Здесь прописались основатель чувашского алфавита Иван Яковлев, поэт Александр Тимбай, Александр Алга, певица Анна Казакова, прозаик Тихон Педряки, педагоги и этнографы Алексей Рекеев, Николай Рязюков. Новые достопримечательности села теперь любуются и стар, и млад. Дальние родственники, основатели Чувашского драмтеатра и односельчане вспоминают его лишь добрым словом. Помню, когда в школе учился, значит, мальчишкой был. Туда ведь больше внимания, можно сказать, уделяли тех, кто участвовал в войне. Кто приезжал в медалях, орденах. А вот Максимов Кошкинский, он себя держался скромно. И тем более, он потом только узнали репрессированный. Он больно, так сказать, и постеснялся, или же такая обстановка была. Чувствовала, что за нем следили. В 1937 году Максимов Кошкинский и его супруга-актриса Таня Юн были арестованы НКВД. Национализм, контрреволюционная деятельность, связь с японской разведкой, подрывная деятельность в театре, чего только не инкриминировалось заслуженным артистам. Кстати, звание с них обоих сняли. Оба провели в тюрьме около двух лет. После освобождения уехали в Москву. Вся жизнь Якина Максимова Кошкинского была отдана искусству. Всегда, на всех этапах творчества, ему была присуща энергия, инициативность первопроходца, благородное стремление служить народу. Он первым в России основал национальную киностудию «Чувашкино». Хотелось вам много фильмов рассказать, показать все истории чувашской жизни. Это, конечно, была ошибка. И нам отступать было нельзя. Народ ждал чувашскую картину. Всего за пять лет своего существования студия «Чувашкино» произвела шесть художественных и три документальных фильма. Это был настоящий культурный прорыв. Сегодня уникальные фильмы Максимова Кошкинского хранятся в архивах и частных коллекциях США, Египта, Туркмении, возможно, в каких-то других странах. В Чувашии есть только несколько фрагментов фильмов «Ял» и «Священная роща». Остальные картины были уничтожены в конце 30-х. Мы планируем показы фильмов, созданных Максимов Кошкинским, а также демонстрации уникальных фильмов в нашем кинозале. Есть планы и по благоустройству родового гнезда и Акима Максимова. Осиротевший дом 1909 года постройки может превратиться в музей. Но пока родственники известного режиссера, актера, драматурга, театрального педагога с нетерпением ждут встречи с Татьяной и Андреем Градовым, внуками Максимова Кошкинского и Таней Юн. Татьяна полюбила зрителям, снявшись в картине «Операции И» и другие приключения Шурика. Фильмография Андрея Градова, заслуженного артиста России, насчитывает несколько десяток картин. Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика.